так вот это наша готовка 18 она вся уже конечно в негодность пришла надо обшивать вот эти какие дырки уже все сгнило короче и надо обшивать и красить надо делать крышу и надо делать новые вот эти сетки клетку потому что тоже уже все посгнило в общем нам нужны на это нам нужны нам нужна сетка нам нужен профиль новые нам нужна краска и скорее всего чем-то обшивать чем чем-то обшить вот так вот сейчас надо все красить а вреднючий потому что больной выздоравливай вреднючий ты ложись так чтобы второй поместился нет он не может одному место мало да он ушла давай дар по очереди он такой большой хотя сейчас я подумаю как давай так мы сейчас этого сюда подвинем вот устроили их пихнули называется обоих пацанов сейчас эту подключила оба иди сюда ребенок валя уже капельницу поставила обоим сейчас мой золотой трудяшка наша да что ж такое почему она так сильно может забилось может менять надо ты сама ставишь капельник крупным да легко малышам да тяжело и больным очень тяжело а так вы посмотрите как они послушно сидят послушно оба и этот красоту он такой и этот вообще не понимают что горит от меня хотят каждый день что-то мне тут капают капают ничего ребята еще пару дней и я думаю детей можно будет снимать с капельницы и эти продолжают капают но любопытный он любопытный sells за всеми валенными движениями следит а ты ром 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 и ром и ром и Али Джон, а где девочка, у которой порванная шея? Где она? Давай ее сюда будем смотреть, как шею будем перевязывать, смотреть. Давай ее сюда. А этот вообще... Кто из них Ром, кто Рей? Рей, Ром. Вот этот... Он рыжий. Ром рыжий. А серый это Рей. Так вот Рей вообще. Делайте со мной что хотите. Такой вот спокойничок. А вот новенькую принесли. Что, красотка? Пожалуйста. С кем ты подралась? Давайте дрожим. Что отстаивала? Шея порвана. Да? Да. Сильно? Это ты не поняла. Она не подралась. Это у нее давно... У нее старый... Разошелся, разошелся. Сильно зашили. Все было нормально. Прошло месяц, у нее треснул шов и по новой все это самое. Ого. А, это мальчик у нас. Слушай, давай ее... Мальчик, мальчик. И вот так осажаем его туда. Да. Мальчик теперь вижу. Сейчас, сейчас, сейчас. Такой мальчик красивый. Вот привезли... Месяц. Месяц прошло. Все зажило. Все, ребенка отправили опять в вольер. И вдруг зашли, у него опять шов лопнул. Лопнул сам шов. Такое бывает. Сильно натянули натяжение, когда зашивали. Теперь будем заращивать по-живому. Ни чего зашивать больше не будем. Просто будет нарастать шкура. Все. Это была ошибка с этим зашиванием. Надо было сразу ребенка лечить так. А уши ребенку отрезал какой-то урод. Так он к нам и попал. Подержи. Да, это лобоя из тебя хотели, наверное, сделать. Да, наверное. Сколько таких уродов. А может, каковказского овчара? Не бойся, маленький. Ой, ему жарко, слини текут. Сейчас, сейчас тебя берут на перевязку. Сейчас. Видишь? Вот, она уже начинает зарастать. То есть уже регенерация началась. Желтая кожа, это идет регенерация. Вот этот шов разошелся. И теперь мы его заращиваем. Все равно, как он разошелся, ужасно. А, елки-палки. Безный ребенок. С этих сон там все и там тоже. Переключай. Да. Он с той стороны может посмотреть. Сейчас Валя будет обрабатывать. Все, а сейчас мы лишнее уберем. Аккуратненько все сделаем. И по новой все забинтуем. Да, солнышко? Не бойся, мой золотой. Вот видишь, у него старый шов какой был. Вот так же все было с Z. И вдруг ни с сего, ни с того лопнуло на шее. Просто натяжение получилось сильнее. Потерпи, солнышко. Потерпи, мой хороший. Так что, друзья, вы видите, и бывают и такие случаи. И все это опять время, опять средства, опять затраты, непредвиденные расходы. Все это вот на шее у приюта. Ну, благодаря вам мы справляемся. С трудом. Очень с большим трудом. Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо всем, кто помогает. Ну, что, милый? Сейчас будем тебе перевязку делать. Ой, Валь, что ж ты поднимаешь его? Мальчик есть. Рядом, помощник. Давай. Вот все делается своими руками. Это что мы делаем? Левомиколе и фракция. Ага. А я здесь левомиколе, она очень хорошо помогает все это убрать. Сверху броналиновая сетка накладывается. И завязываем. И завязываем. Давай мы смотрим. Да. Можно закрыть этот сет. Да, вот так хорошо видно. Спокойные собаки. Как будто пришли в ветеринарную клинику. Вы посмотрите, как они спокойно себя ведут. Или это в валеных руках, может быть, волшебных. Нет, Викуля. Когда они понимают, что им помогаешь, они чувствуют себя и ведут очень хорошо. Чуть-чуть-чуть. Ну. Что, парень какой хороший? Что-то имени у него нет. Пустая дощечка. Малыш, куда ты лёг? Ты не должен ложиться. Ты должен мне дать себя забинтовать, котик. Ну-ка, ставь. Вставай. А, помоги. Подними его. Поднимай. Он прилёг. Мне надо через лапку бинтовать. Решил подремать? Нет, скажи. Просто не хочу, скажи. Надо лечиться. И что, обратно с бинтом в вольер? Да? Нет, не в вольер. Он сейчас пойдёт наверх у нас. А то там его сразу это... Бинты снимут. Соседи. Нет, не снимают. Они молодцы. Соседи. Ну всё. Сейчас он пойдёт в верхнюю клеточку. Не верхнюю, а вот в серединке. Вот для него приготовили клеточку. Он пойдёт на самую верхнюю клеточку. Ого, такой большой. Или пойдёт сам вон под низ туда сейчас. Ну, в общем, куда-нибудь пойдёт. Нет, здесь будет. Он у нас вон лежал здесь внизу. И мы его не трогали. Он хорошо себя чувствовал. Здесь будет прохладно. Я думала, жара. Нет. Всё умница моя. Всё умница. Так, ребята, новости по нашей Любави. Нашей старушечке. Ну что, моё солнышко? Да, здесь прохладнее, здесь лучше. Здесь начали давать ей более мягкий корм. Сегодня она немножечко поела. Она просто очень старенькая, ребята. Очень старенькая. Ну, я надеюсь, мы можем ей облегчить немного её жизнь. Любава. Маленький мой. Мой хороший ребёнок. Красавица. Хорошая такая старушка у нас. Так ребёнку и не повезло. Никто её не выбрал. А ведь она у нас в приюте живёт почти 9 лет. Красивый, хороший ребёнок. Всё хорошо, малыш. Никто тебя у неё обидит. Друзья, я вас очень прошу. Нам нужна ваша помощь. У нас много старичков. Очень много больных. Отзовитесь, пожалуйста, друзья. Я прошу вас. Отзовитесь. Ну вот. Немножко покушала. Да. Корм поставили, тазик с водой. Здесь попрохладнее, чем в вольере. Посидит пока немножечко у нас здесь. Так. А вот кошечка мне не нравится, ребята. Кошечка у нас тяжёлая. Я её сейчас напоила водичкой. Но она писает под себя. Ей очень плохо. Не знаю, ребята, смогу ли вытащить. Ликоз – это страшно. И сколько Бог отпустит, мы не знаем. Вот они, наши красавцы. Любаша и Пьер Безухов. Где? Жуёшь? Хулиган. Ты хулиган? Любаш! Любаш! Любаша! Худела бедненькая вся уже совсем. Что, Пьерушка? Ну что ж ты трус такой? Объясни мне, а? Ну почему ты такой трус? Красивый же парень-то. Мои глазки невинные, смотри какие. Мы сегодня показали вам наш ветеринарный блок, который разваливается по частям. И работать в нём очень тяжело и тесно. Нам бы, конечно, новый построить. Но средств на него нет. И поэтому мы обращаемся к вам за помощью сделать хотя бы косметический ремонт. Он просто необходим. Но мы продолжаем лечить наших подопечных. Они болеют, стареют, уходят. И это наши тяжёлые будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова